Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу как отремонтировать светодиодную лампу освещения. Раньше мне удавалось отремонтировать экономные люминесцентные лампы, но сейчас они уже не модные, тянут больше энергии и поэтому приступим к ремонту светодиодных ламп. У меня есть набор лампочек фирмы Максус. Они имеют мощно 12 ватт и все они не работают. Для проверки ламп освещения я сделал такое небольшое устройство, состоящее из обычной вилки и патрона для лампы. Вкручиваем сюда лампу и проверяем как она работает. Как видим, она мигнула и потухла. Будем разбираться в чем проблема. Для того, чтобы разобрать лампу, необходимо в первую очередь снять верхнее стекло. Если очень хорошо приклеено стекло, необходимо воспользоваться строительным феном. Слегка прогреваем по периметру клей и после этого стекло должно сняться. Главное не перегреть, чтобы пластмассу не повело. И под низом видно короткое замыкание на одном из диодов. Здесь видно, что светодиод сгорел и необходимо его заменить на такой же. И здесь тоже видны следы сгоревшего светодиода. Теперь из этих трех нерабочих ламп гарантированно можно сделать две. Итак, приступим. Теперь берем паяльник и отпаиваем контакты драйвера от алюминиевой платы. Аккуратно отгибаем контакты вверх. И откручиваем два шурупа крепления платы к корпусу. Берем плоскую отвертку, выковыриваем по бокам силикон и вынимаем плату из корпуса. Теперь поддеваем плату и вынимаем. Теперь проверяем на вздутие конденсаторы драйвера. Они не вздуты и находятся в исправном состоянии. Необходимо выпаять этот светодиод и заменить его на новый, с другой лампы. Берем строительный фен, включаем его на первую мощность. С помощью плоскогубцев фиксируем плату, берем пинцет и нагреваем плату до тех пор, пока этот элемент не выйдет со своего места. Берем теперь вторую лампу. Здесь видны два сгоревших светодиода. Значит эти все диоды можно использовать как доноры для моей первой лампы. Вынимаем все светодиоды. И в конечном итоге у нас получилось около 15 штук запасных светодиодов. Теперь необходимо залудить контакты и нанести небольшое количество припоя. Я использую канифоль и олово. Нужно совсем небольшое количество, чтобы контакты не слиплись. После этого необходимо выбрать заведомо исправный светодиод. Для его проверки я воспользуюсь обычной батарейкой и двумя щупами мультиметра. Я замотал их изолентой. Теперь подносим два щупа контактом светодиода. Большой контакт это минус, маленький это плюс. Видно, что светодиод рабочий. В таком же положении положим светодиод на свои контакты, не перепутав их местоположение. И будем греть плату. Проверяем работу припаянного светодиода. Видно, что он работает на плате. После этого необходимо проверить все светодиоды на плате. Для этого есть специальные контакты на плате. Подносим туда щуп и проверяем светодиоды. После замены светодиода необходимо обновить термопасту, которая находится по периметру радиатора охлаждения платы. Родная термопаста радиатора охлаждения платы светодиодов высохла. Поэтому, возможно, произошел перегрев и перегорание светодиода. Поэтому, если ваша лампа работает при больших температурах и плохой вентиляции, проверяйте состояние термопасты. Возможно, она пересохла. Я буду использовать обычную термопасту, не высыхающую КПТ-19, которая применяется для охлаждения радиаторов процессоров. Берем небольшое ее количество и небольшими мазками наносим по периметру радиатора охлаждения. И также нанесем небольшое количество по периметру платы. После нанесения термопасты можно смело ставить плату светодиодов в свой корпус. Музыка Чтобы она плотно прижалась к радиатору охлаждения, и припаиваем контакты драйвера до платы светодиодов, не перепутав контакты. Музыка И закручиваем два шурупа крепления платы светодиодов к радиатору охлаждения. Музыка Теперь необходимо зафиксировать рассеиватель на корпусе лампы. Для этого я использую обычный супер клей, гель, но можно использовать силикон для более герметичного соединения, если вы планируете использовать лампу в аквариумах и прочих влажных средах. Наносим пару капель с двух или с трех сторон корпуса рассеивателя. Музыка И можно прищелкивать его на свое место. Ждем полного высыхания клея и можно пользоваться лампой. Проверим еще один раз работу лампы. Как видим, она горит ярко и без мерцаний. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать светодиодную лампу, если она перегорела. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok